Съёмка очередного фильма 11 сентября Об этом будет следующий фильм, а пока необычное из происшествий моей жизни, вот, сейчас поймёте, вначале посмотрим нельзя ли с этого дикаря, которого в лучшие годы позади, а впереди бензопила, вот, меня уговорили её не пилить в этом году, вот, может она ещё даст пару урожаев, но половина веток уже сухих. Вот, посмотрим, ладно, я пообещал пока не резать, но нашлись люди, сейчас буду говорить про самого отчаянного из них, вот, этот самый отчаянный человек, женщина, вот, удивительно, судьбой, удивительно, талантом, вот, её зовут Гречи. Пишникова фамилия, вот, Татьяна. Давайте пока выполним, попытаюсь выполнить её просьбу. Итак, я подошёл к этому гиганту, которому посажен был 38 лет назад, в возрасте 2 года, значит, 40 ему, вот этому гиганту. Да, знакомьтесь с его супругом, это Сеня Цамура, тоже непривитый. Вот, теперь, для чего мы тут, вот, если приглядеться, здесь есть вот такие веточки, вот, ищем самое толстое из них, у основания, вот, видите, вот, это уже, её можно привить. Вот такие потоньше. Я такие тоже с лёгкостью прививаю. Раз, два, три, четыре, пять. Нашёл мета годных для прививки. Смотрим дальше. Там выше смотреть бесполезно, там. И залезть туда, это было бы ребёнком, я бы залез, но там уже ничего нет. Я вижу, что в нижнем ярусе, и только из-за того, что когда-то дерево получило страшную травму, то есть, под очень тяжелейшим снегом мокрым рухнула вот эта ветка. Вот. Естественно, рано на кольцо я делать не стал, обрезал только обломанную часть, а с верхней части этого грызка пошла вот эта ветка. И после этого, за несколько лет, она должна дала добрых десять ведер в сумме плодов. И она, так как она моложе, на ней есть ветки на прививку. Смотрите. Шестая ветка, седьмая ветка. Так. Восьмая ветка. Это те, которые от полметра и больше. Девятая ветка. Вот это ещё моложе. Но это уже происхождение у неё другое. Те-то быстренько дадут оплоды после прививки на второй-третий год. Это нет. Здесь почки настоящие. Не так. Здесь ветки настоящие из плодовых... Когда-то это были плодовые почки. Вот. А это из клетчатого материала. Вот это вот. Смотрите. Это моя любимая тема, потому что наука этого или не знает, или не замечает. Вроде бы всё понятно. Вот. Но непонятно. Именно вот эти вот гораздо позже дадут. На год, на два позже дадут плоды. Ну, в общем, десяток обнаружили мы. И этот фильм вышлю Татьяне Гречихиной. Гречишниковой. Которая является по совместительству моей доброй подругой. Я зову её дочкой. Потому что... Она в два раза меня моложе. Так. Сейчас что я делаю? Я иду для того, чтобы сесть и поговорить. Чтобы эта тема была закончена на высокой ноте. Ну, понятно. Это у меня ждёт гостей, которых уже несколько дней не было никого. Вот. Это приготовлено для угощения. Почему? Невероятно тёплое лето. Невероятно дождливое. Очень вовремя всё созрело, перезрело, упало. И почти всё уже сгнивает. Вот. Это касается и груш. Вот они, видите. И яблок. И получается так, что... Доживает последние дни моя... Вот эта дегустационная площадка. Ну, может ещё кто-нибудь засаживается и приедет. Сейчас это величайшая редкость. Возвращаюсь. Сяду так, чтобы видно было это дерево. Ещё раз. Банжурский абрикос сорокалетний. Ну, это помоложе, ему лет где-то тридцать-тридцать пять. А это его супруг Сейнсвагамур. И так случилось следующее. Человек, Гречишникова Татьяна, оказалась необыкновенным для меня человеком. Она решила спасти это дерево. Патриарх. Патриарх, вы уже знаете почему. Это основатель целой династии деревьев, которые... Абрикосов. И потомков манджурцев. Я их называю, сыновья манджурцев. И вегетативных гибридов. И потомков. И бесчисленное количество уже привитых роскошных абрикосов. Именно на него. Вот на такую задачу, как и Чисникова, пока бы не поставил ни один человек. Сохранить манджурский абрикос. Ну, спасти от пилы его уже нельзя. В потомстве, но на максимально чистом виде. Чистой крови. Сто процентов чистой крови не получится. Но близко к этому можно. Вот. Годом раньше я и высыл. Несколько сотен косточек. Кажется, может сыновья, может манджурский абрикосов. Ну, надеюсь, манджурский абрикосов. Надеюсь. Вот. И у нее получилось порядка 300 сеянцев. То есть подвои у нее есть. Теперь она вспомнила про эти же веточки, которые будут. Тут их десяток годных прививок. Я вам показал их. Вот. Нижние ярусы этого дерева. Манджурца. Так. И... Если взять эти веточки, привить на те, которые годом раньше выслал. Косточки-то были с этого дерева. Кажется, с этого. Вот. Я не помню, но науки утверждают, что с этого. И тогда прививка этого же дерева на это же дерево даст максимальный результат. Дальше отбор. По принципу, чем меньше, чем мельче листики, тем получается дичее. И вот захотелось и сохранить его в чистом виде. Вот такое желание. Будет ли иметь это значение для... Раз это будет прямой потомок. Практически чистой крови. Для науки значение иметь. Конечно, будет. Другой для науки это не надо. Вот. А так-то да, пожалуйста. Когда-то инициатива от меня перейдет к ней. И она будет обладательницей самых чистых кровей манджорского абрикоса. У нее есть несколько достоинств необычайных. Одно из них гигантский рост, предельный рост. Он очень высокий. Вот так трудно оценить, сколько я фотографий делал. Реальности огромен. А как делаешь в кино или фото, ну не видно этой огромности. Вот. Потом, значит, кроме этой огромности, невероятная морозостойкость. Ну, за 40-то лет-то можно было его замерзнуть хотя бы раз. Бывали морозы 40 за 40. Нет, бесполезно. Он после таких морозов еще и урожаи давал, да какие. Он обладатель 20-летнего возраста, 30 ведер. И около 40-летнего возраста, 40 ведер. Вот. На самом деле даже на несколько ведер больше. Просто дальше никто считать не стал. Вот. Эти все надо было, конечно, фиксировать, все эти рекорды. Вот. Я ждал приезда ученых. Конечно, не дождался. Было бы странно, если бы приехали. А вот. В общем, не ценим мы то, что имеем. Вот. Ну, а Гачишникова просто наш человек, она профессиональный садовод. У него шикарнейшая своя номенклатура плодовых растений. Чаще это кустарники. Вот. Ну и роскошные яблоки есть, игруши. Этот человек необычайной культуры. Вот. Я говорю, что наш круг, это 10-20 вот таких, как Гачишникова, Таня, Татьяна, дочка, духовная дочка. Эти люди могут сейчас возглавить НИИ, вузы, госоушные организации, госоиспытательные станции. Это люди, которые могли бы быть ведущими ведущих телеканалов, потому что сейчас упор надо делать на собственные достижения и на собственную науку. Потому что наука по принципу выгреби все, искали это, лиши деревья, этого самого, еды, выгреби все, перекопай все. Это значит уничтожь бактерии, самая плодородная почва становится безжизненной. Вот. Искалить дерево, потому что оно неправильное. Вот это все надо менять, уходить от этого. Вот. И центральные каналы продолжают своих вот этих вот, как, когда у них появляется чисто, не вот эта всякая ерунда там. Ну, понятно, овощи любой человек вырастет. Вот. А если мы смотрим про овощи, эти самые же, про кустарниковую культуру, про, имеется в виду, даже плодовая культура, ну, кустарниковая. Даже часто они замахиваются на плодовые деревья. Вот. Вначале они скалечат, а потом говорят, вот купите у нас мазь, вот купите у нас, это будет защита от, ран, защита ран от этих, от инфекций. Да не делайте рану вашу мать. Вот. И вот это все происходит на наших глазах. Вот. И если бы вот этот, у нас как бы свой круг получился, если бы этот круг дали бы власть, хотя бы такую, интеллектуальную, вот, чтобы можно было пересмотреть учебные программы в институтах, университетах, вот, в академиях, в школах, в школах, обязательно в школах, в техникумах, или как их, я презрительно называю, колледжах, вот, дебильное название, кстати. И тогда получается, что перспектива есть, но она как-то не, это, все уходит и уходит за горизонт. Ну что, Таня, вот ваши веточки. Придет ноябрь, ударят морозы, уснут деревья, тогда эти веточки поедут к вам. Вот. Я свое задание выполнил. Я сказал, пойду, посчитаю. Вот. Если вам не надо 10, а, допустим, 5, ну, пусть будет 5, остальные кому-то, это, конечно, я сразу за них деньги не возьму. Что вы? Такое за благородные дела я деньги не беру. Вот. Вы хотите продлить род манджурского патриарха, чтобы у вас вырос такой же и тоже прожил 40 лет. Вот. Но у вас он проживет 50 лет, потому что у вас климат мягче. Вот. А значит, будут помнить. Потом, может, через те же 50 лет, будут уже добавлять слова. Манджурский абрикос, патриарх Железов. А потом манджурский абрикос, патриарх Гречишникова. Вот это все, что нас ждет. Посмертная слава, она тоже нужна. Вот. Все, друзья, заканчиваю этот разговор. Он немножко грустный. Я фактически прощаюсь с этим деревом. Вот. Оно принесло огромную пользу. Тысячи косточек разошлись по всей стране. И платные, и бесплатные, и со скидками. И уже во многих они в церквях, в монастырях, где их только нет. Вот. Пришкольные участки пока слабо, потому что школам не нужны дети, которые умеют выращивать деревья. Им нужны тупые, но с хорошей памятью, задолбленные дети, отупевшие, отупевшие, отупевшие. Это нужно школьным программам. Почему? Случайно ли? Сами не умеют, не понимают, что творят. Даже не педагоги, а те люди, которые командуют педагогами. Которые привносят все новые и новые, якобы, знания в школьную программу. А на самом деле дети все тупеют, и тупеют, и тупеют, и тупеют. Поэтому вот так грустно и получилось. А наших пока и близко не подпустят. Ни к составлению школьных программ, ни к ведению лекций на всех уровнях. Включая и федеральные телеканалы. Вот на такой грустной ноте я заканчиваю. А вдруг где-то окнется. А вдруг поймут. Продолжение следует...